Думайте сложными предложениями и длинными текстами. Очень часто мы совершаем такую ошибку мышления, которая заключается в том, что мы думаем слишком просто, даже примитивно. То есть мы думаем такими короткими, обрывочными, односложными фразами, предложениями, порой даже отдельными словами. И это является ошибкой, потому что невозможно так просто придумать ничего сложного. То есть любое сложное рассуждение, оно требует соответствующих сложных предложений и соответствующего длинного текста. Потому что нельзя по-настоящему серьезное рассуждение, серьезный анализ, серьезное размышление сделать коротко и просто. Невозможно, к сожалению. Хотя часто сейчас вот говорят о том, что, дескать, чем проще, тем лучше, дескать, просто это хорошо, а сложно это муторно и вообще сложно это ложь такой вот, вообще есть лингвафоричество. Кстати, собственно, основано на ошибочном простом постулате, что как бы если слова чем-то похожи, то в этом есть какая-то истина. Тоже бред, основанный на как раз простом предположении. А на самом деле любое достаточно эффективное поведение, оно основано на достаточно сложном мышлении. Когда человек очень долго, многообразно, длинно и всесторонне что-то обдумал, и на базе этого пришел к тому, к ответу на вопрос, что ему делать. Понятно, что сложно не значит запутанно, заумно, бессмысленно. Сложность это не значит, что много бессмысленного нагромождения текста. Сложность это значит, что текст с одной стороны внятный, осмысленный, полезный, но при этом длинный и сложный. Поэтому думайте сложными предложениями, думайте длинными текстами, думайте как будто вы пишете длинную хорошую книгу, а не короткий комментарий во ВКонтакте. И тогда ваше мышление станет по-настоящему эффективным, и как следствие ваше поведение и ваша жизнь тоже станут по-настоящему эффективными. Продолжение следует...